Всем мое почтение, друзья! И сегодня, 27 мая 2022 года, появилась вот такая вот сенсационная новость. Борис Джонсон, один из самых больших друзей Украины, человек, который всегда поддерживал Украину, сделал сенсационное заявление, что Владимир Путин медленно, но постепенно добивается успеха в Украине. Эта новость, конечно, очень огорчает всех тех, кто слушал Арестовича и подобных ему. И не прислушивался к людям, которым нужно было прислушиваться, которые говорили, что не все так просто и не все так легко. Понятно, что мы все надеемся на лучшее, надеемся на то, что вооруженные силы Украины, украинский народ выстоит при помощи высших сил, Бога, и что у нас все будет хорошо, мы надеемся, но, увы, надо признать, что постепенно, постепенно Путин продвигается по нашей территории. И как было раньше уже сказано, что 20% территории Украины Путину удалось оккупировать. Как это будет дальше, какая ситуация будет дальше, особенно на фоне того, что так называемые западные партнеры все больше и больше охладевают в Украине, я даже не знаю. Лично я считаю, что можно только надеяться на силу украинского народа, украинской армии и силу помощи свыше. Даже если 10 Путину соберется и будет на то воля Божьей, чтобы сохранить Украину, ничего они не смогут сделать. Продолжаем надеяться, молиться и просить Всевышнего, чтобы помог нам против этого мирового зла. Увы, люди во многих странах еще не поняли, с кем они имеют дело, еще говорят о какой-то торговле, партнерстве, но я лично считаю, что рано или поздно наступит их минута, когда Путин опять после удара по Украине начнет набирать силы и будет продолжать свое наступление на Запад. Более того, считают, что в этом может помочь ему Китай и Запад ощутить полную, так сказать, реальность. Так как на данный момент я считаю, что западные страны потеряли чувство реальности. Они еще живут теми событиями до 24 февраля. Поживем, увидим, но я лично считаю, что дела обстоят не сильно хорошо. Всем хорошего времени суток, слава Украине, живи Беларусь и всем нам всего только наилучшего. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч.